Евгений Лисичкин, член бюро Харьковской областной организации политической партии Демаленс. По буквально, если говорить, это прежде всего оборудование мест массового скопления людей в видеоспостережениям, металла-шукачам и сканерами на личные вещи, особо вероятнее. Это материальное обеспечение спецподразделений МВС и СБУ воинских частей, это социальная помощь воинам МТО, это военно-патриотическое воспитание молодежи на основе спецподразделений МВС, на базе спецподразделений МВС, чтобы молодежь могла при желании проходить, обучаться замок воинной подготовки, приведение в порядок бомбов, бежащей укрытия в городе Харькове, это психологическая реабилитация для воинов МТО, для переселенцев. Мы, прежде всего, подготовили проект, совместно нам помогли спецподразделения МВС, Харьков и Слабожанщина нам, и штаб гражданских помог. Мы будем подавать на имя Харьковского городского главы, на имя главы Выгонавшего комитета Харьковской армии Рады, это один человек, первый взгляд, мы посмотрим на его реакцию. Вообще заинтересован должен быть в этом исполком Харьковского городского совета, потому что это в его функции входит стадия 15 закона Украины про оборону Украины, там сказано о том, что он отвечает за территориальную оборону. В этом году Харьковской армии Рады, территориальную оборону Министом Ахарьковской армии Рады. Если мы посмотрим на реакцию, у нас есть депутаты, которые готовы подать этот проект, в случае, если исполком Харьковского городского совета не захочут подавать, Так мы ждем, что в поездке дня сессии, которая будет в апреле Харьковского городского совета, будет как проект решения об поездке дня. Мы основывались на законе Украины про оборону Украины, мы основывались на законе Украины про местное самопрятувание в Украине, про закон, которое вы готовы по мобилизации Украины, то есть мы полностью соблюли те статьи затрат, которые может Харьковский городской совет финансировать. В этой программе около 47 миллионов, потому что есть резервный фонд Харьковского городского совета, он был сокращен до 50 миллионов. Мы основывались на эти цифры, на цифры резервного фонда Харьковского городского совета. Мы понимаем, что бюджет-шат в этом году, и для того, чтобы профинансировать достаточно такую финансово-затратную программу, необходимы деньги примерно со 45-47 миллионов. Мы предлагаем это, если это не будет приятно, мы будем требоваться, или этим городским советом, или следующим. Но он должен быть приятным. Добавить, я хотел бы сказать, что прежде всего мы передадим это, конечно, Харьковскому городскому голове и голове исполкома Харьковского городского совета, это кемес в одном лице. Но если не пойдет там это, то есть право нормотворческой инициативы для вынесения нормотворческих актов у депутатов Харьковского городского совета. Я уверен, что некоторые депутаты Харьковского городского совета смогут зарегистрировать данный проект на следующую и ближайшую сессию, которая будет не в марте, а в апреле. В марте сессии Харьковского совета не будет. Ну, как показывает опыт, когда они хотели проголосовать за краину-агрессор. Ну, важно, понимаете, чтобы это было в повестке дня, в сессии. Депутаты имеют право, любой депутат имеет право внести этот проект в повестку дня. И мы посмотрим, сколько депутатов Харьковского городского совета проголосует на следующую и ближайшую сессию. Если это не сделается, то мы это сделаем. Друзья, для того, чтобы быть переконливыми, когда мы будем их переконывать, что нужно эту программу приймать, у нас на останок и несколько слов про один из пунктов программы, про приведение до порядка бомбосховищ, про який, до речи, наша влада извиняется, что с ним у нас все гаразд. И наши коллеги, Виталю, можно вас, пожалуйста, провели моніторинг частины Харьковского бомбосховища. Они же могут рассказать, на что схожее выполнение этих программ, по словам нашей влады. Здравствуйте. Те объекты, на которых мы были, Трабачу, Виталий, начальник штаба громадской самообороны. Те объекты, на которых мы были, то, что их выбирали мусору, если я думаю, было, видели, но то, что они не готовы абсолютно. Мы, как даже непрофессионалы, когда мы приходим на объект и видим, что один вход в этот объект, а второй заваленный, либо заложенный, в случае чего-то разрушения, если этот один вход будет блокированный, все, это люди там и остались. И это не единичный случай, мы несколько случаев таких видели. Дальше, вот, как находиться в этих временных укрытиях? Мы заходили в 16-этажный дом, там примерно 400 человек живут. Подвал около 700 квадратных метров. То есть я посчитал, где-то, ну, почти 2 квадрата на человека получается. Это в стоячем положении, все должны стоять. Плюс там проходят коммуникации. При взрыве коммуникации это все затапливается. Плюс это панельный дом. При попадании туда снарядов или еще чего-то он сложился. Опять же, братский шпидел. Бомбоубежище, которые, в принципе, они все находятся на предприятиях, нету городских бомбоубежищ для жителей. Во-первых, нужно думать о том, что людей нужно эвакуировать из города, как это происходило и в Луганске, и в Донецке. Люди эвакуировали из Силы. Очень большая часть людей выехала. У нас план эвакуации абсолютно не разработан. У нас не созданы комиссии, не развернуты штабы эвакуации. А это должна проводиться такая нормальная работа, в том плане, чтобы подключить всех автоперевозчиков, договориться с железной дорогой, узнать, какое количество людей могут сразу вывезти. Это, в первую очередь, женщины, дети, старики. Живой пример. Со счастья детский дом вывезли уже практически под обстрелом. Вот эта работа у нас не ведется абсолютно. А это, по-моему, в первую очередь должно происходить, и то, что является именно нормами, когда происходят чрезвычайные ситуации. А вот в этом проекте, который будут подавать, это есть? И в нас, в общем-то, поднят этот вопрос. Этот вопрос я сейчас, буквально вчера начали, мы этот вопрос рассматривать, и к чему пришли, к результатам. Мы же не профессионалы, опять повторяю. Вот пришли к этим результатам. Нам говорят, что в метро у нас хорошее укрытие. У нас по городу Харькову почти, не знаю точно, ну, может, два десятка, а то и больше химических предприятий. Представляете, туда попадает снаряд, и хлор, аммиак выходит в город. Вот мы в метро будем находиться, будут эти вытяжные системы втягивать весь этот воздух в метро. Опять братская могила. А вы не задавались вопросом, работают ли вообще вытяжки в метро? Ну, судя по всему, работает, потому что воздух туда попадается. Но, насколько я понимаю, должны быть и какие-то индикаторы того, что вдруг химическая какая-то реакция, распространение химии какой-то, должны сработать заслонки и включиться реверс. Вот по этому поводу мы ничего не знаем, потому что доступ в метро у нас абсолютно нет. Вот мы подготовили запрос в ворсовет с тем, чтобы нам сприяли на данню сприяли на данню жим-пыл-сервисом информации Топерелик Бомбаскович. И нас туда допускали хотя бы, потому что даже в ЖЭКе мы приходим, это, в принципе, информация не тайна, абсолютно никакой, где находится убежище и в каком она состоянии. И в то же время в ЖЭКе нас туда не допускают. Я так понимаю, что они не то, что... Не говорят, что мы не допускаем, потому что нам нужно разрешение сверху. Они скоро и дышать будут только с разрешением сверху. Ну, в принципе, все сказал, остальное все нецензурщина. Да, друзья, потому что, как мы говорили с коллегами, ну, все из нас чули, что буквально лише 4 дни тому, здаясь, РНБО почало говорити про вимогу, про створення программы щодо підвищения обороноздатности держави. 3 дни тому про это начали говорити, когда ситуация такая тривая в ЖЭКе. Поэтому я сподіваюсь, что не только критики, но и конструктивные пропозиции от громады будут спрятаться тому, что, принаймні, в Харкове мы можем почувствовать себя хотя бы больше безопаснее, чем мы почуваем себя сейчас. Дякую вам за увагу. Матеріали, пресс-релізы, проекти, программы есть, за желание, кто может отримать. И с радостью будем вас тримать в курсе того, что будет реаговать наша МИСКА Рада на цю позицию. Дякую вам.